Самолет непростой судьбы. Первый полет Ту-22 состоялся 61 год назад. 24 июня 2019 года. Российская газета «Самолет непростой судьбы». Первый полет Ту-22 состоялся 61 год назад. Источник изображения. Bernhard GRHL. wikimedia.org В истории авиации часто встречаются самолеты с непростой судьбой. Одни так и не выходят из статуса прототипа, другие, будучи серийными, долго не могут показать полностью свои возможности. В далекие 50-е годы две державы США и СССР затеяли гонку вооружений, которая наиболее ярко проявилась в авиастроении. Как только у американцев появлялась новинка, советские авиаконструкторы быстро давали аналогичный ответ. Иногда появлялись такие самолеты, которые сначала встречались негативом, а затем признавали не имеющими аналогов в мире. Первоначально создававшийся на замену бомбардировщика Ту-16 самолет проекта 105, Ту-22, должен был стать носителем ядерного оружия атомных бомб. В последующем получил и другие предназначения, разведчика Ту-22Р, ракетоносца Ту-22К и постановщика помех Ту-22П. Все эти модификации имели возможность дозаправки в воздухе, что, естественно, увеличивало их боевой радиус примерно в двух-трех раза. Стоит отметить тот факт, что новинка в войсках приживалась не просто кому-то самолет нравился, а кто-то считал его аварийно опасным. Например, прозвище «Людоед самолет» получил из-за своей высокой аварийности из трех сет 11 серийных машин аварийными стали 70 самолетов, и в то же время прозвище «Шила» он получил за конструктивную особенность фюзеляжа и свои тактико-технические особенности. Однако назвать этот самолет неудачным было бы в корне неверно. В умелых руках он становился грозным оружием. Так во время ирно-иракского конфликта, 1980 граммов, бомбардировщики Ту-22 иракских ВВС впервые применили тяжелые авиабомбы ФАП-5000 и ФАП-9000, а в варианте постановщика помех самолет становился практически неуязвимым не только для ракет класса «Воздух-воздух», но и для зенитных ракет такого комплекса как «Мем-23». За такую способность в кодификации НАТО он получил название «Ослепляющий». Тактика применения бомбардировочной авиации стремительно менялась в 20 веке. В ходе войн и конфликтов дальние бомбардировщики все чаще стали использовать в качестве носителей высокоточного ракетного оружия. Помимо этого, совершенствовались и комплексы ПВО, которые могли эффективно сбивать дозвуковые бомбардировщики. Поэтому нужен был самолет, который не только мог совершать дальние перелеты с максимальной полезной нагрузкой, но и эффективно преодолевать противодействие противоздушной обороны противника. Так появился самолет Ту-22М «Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик» с изменяемой стреловидностью крыла. Буква «М» хоть и обозначала слово «модернизация», но на самом деле скрыла работы над новым самолетом. Во времена Хрущева, когда ракету решали все, деньги на создание новых самолетов практически не выделялись, а вот на модернизацию их выбить было легче. Поэтому Ту-22М не похож на Ту-22 не только внешне, но и в деталях. Конструкция и возможность дозаправки в воздухе Ту-22М в модификации М-2 были настолько удачными, что самолет попал под ограничение договора ОСВ-2. Штангу дозаправки срезали и из-за этого его боевой радиус сократился до 2000 км. Последующая модернизация самолета Ту-22М-3 уже выходила без штанги дозаправки. Дальний бомбардировщик с урезанным боевым радиусом стал непонятным с точки зрения тактики и выглядел как белая ворона. Мало того, в современной России некоторые эксперты начали говорить о необходимой замене Ту-22М-3 на более перспективный истребитель-бомбардировщик Су-34. Все изменило Сирия. Именно в Сирии Ту-22М-3 показал себя с наилучшей стороны. На самолет установили прицельно-навигационный комплекс ПНК, разработки и производство российской компании Гефест и ТСВП-2422, который превращал обычные авиационные бомбы в высокоточное оружие. Эффективность высокоточных бомбовых ударов стала дополнительным стимулом для продления жизни этому самолету. Последняя модификация Ту-22М-3М стала наиболее удачной в судьбе самолета. Помимо СВП-2422 самолет получил новое бортовое радиоэлектронное оборудование и комплекс РЭП. Управление всеми системами в самолете цифровое, что положительно сказалось не только на управлении двигателями, но и на комплексе вооружения. Благодаря такой цифровизации самолет получит в свой арсенал не только новые противокорабельные ракеты Х-32 и гиперзвуковые кинжал, но и крылатые ракеты калибр Х-555. Такой арсенал, в сочетании с высокоточным бомбовым вооружением, позволит раскрыть все боевые возможности Ту-22М-3М при тактической поддержке боевых операций как на суше, так и на море. Изюминкой последней модернизации стал возврат штанги до заправки в воздухе, такой же, как у самолета Ту-160М. Увеличение максимальной дальности полета и боевого радиуса станет для наших зарубежных партнеров неприятным сюрпризом. Ту-22М-3М сможет выполнять не только оперативно-тактические задачи, но и частично-стратегические. Не зря же в кодификации НАТО он имеет обозначение «Backfire» — ответный огонь, но теперь этот огонь будет более дальним и точным. На море Ту-22М-3М с ракетами Х-32 или кинжал расширит так называемую зону воспрещения доступа до 3000 километров, что исключит возможность применять крылатые ракеты типа «Тамагавк» с борта кораблей. На суши вооруженные крылатыми ракетами Ту-22М-3М смогут работать по глубоким тылам противника, нанося удары по важным объектам военной инфраструктуры, штабы, командные пункты, базы ЭПР, а также осуществлять высокоточные удары стандартными авиабомбами. Ту-22М-3М — это самолет со сложной историей, в которой были взлеты и падения, была гордость конструкторов, страх со стороны противников и подлость со стороны чиновников. Самолет, переживший множество модификаций и конструкторских изменений, в итоге стал универсальным инструментом незаменимым помощником армии и флота. Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Право на данный материал принадлежат российская газета. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.